Здравствуйте, уважаемые студенты! Я преподаватель кафедры истории искусств Жакаева-Кунсулу Ануарбековна. Дисциплина «Теория и методика музыкального воспитания дошкольников». Тема «Возрастные особенности дошкольников». Психологи и педагоги отмечают, что певческая деятельность возникает у ребёнка в раннем возрасте. На первом году жизни появляются вокализации и голосовые реакции, связанные учёными как с ранним пением, так и с речью. К концу первого года ребёнок может повторить простейший мотив из двух или трёх звуков. Ребёнок второго года жизни эмоционально отзывчив. У него проявляются простейшие певческие интонации. От одного года восьми месяцев до одного года десяти месяцев наблюдается поддевание, пропевание отдельных слогов, а воспроизведение мелодии от одного года десяти месяцев до двух лет. Большинству детей третьего года жизни эти дети мелодию поют не точно, передавая лишь общее направление. К трём годам дети точнее воспроизводят ритмический рисунок, могут узнать песню, рассказать о её содержании, характере музыки. Дыхание детей короткое, большинство слов они произносят нараспев. Если работа по музыкальному воспитанию ведётся систематически, к концу третьего года ребёнок может петь несложные песенки, особенно с аккомпанементом. Дети четвёртого года жизни уже могут петь несложные песни, интонационно точно и эмоционально, хотя слуховое внимание неустойчиво. Они могут узнать знакомые песни, они более работоспособные, но певческие голоса ещё не сформированы, дыхание поверхностное, прерывистое. Поэтому используются песни, состоящие из коротких музыкальных фраз в диапазоне квинты от ре до ля первой октавы. У детей пятого года жизни внимание становится более устойчивым, совершенствуется восприятие, повышается способность откликаться на содержание песни, улавливать ритмический рисунок, тембр голоса, силу звучания. Дети узнают и запоминают песни, пытаются передать их выразительные интонации, поэтому и музыкальный язык песен становится более красочным и разнообразным. Возрастают певческие возможности, дыхание становится более глубоким и продолжительным. Дети шестого года жизни имеют уже определённый музыкальный опыт. Появляются элементы творчества и в пении, музыкальных играх, плясках. Развивается способность анализировать песни и инструментальные музыкальные произведения. Совершенствуется дыхание, расширяется диапазон голоса. Возникает система представлений о высоте, тембре, силе звука. Дети представляют поставленную цель, подчиняют ей способ и порядок выполнения действий. В пении, музыкальной игре дети сознательно стремятся к выразительности создаваемых образов. В 7 лет у детей восприятие более целенаправленное, более развитое. Восприимчивость развита очень к оттенкам музыкальной выразительности. Они могут различать направление движения мелодий, понижение и повышение звуков. Звуки, различные по высоте и длительности. Смену темпов в пении. Возрастают певческие возможности детей. Диапазон песен расширяется от до первой октавы до ре второй октавы. Формируется система оценок. И на этой основе начинает развиваться музыкальный вкус. Благодаря развитой речи детей, они способны высказывать свои суждения о содержании песен. Спасибо за внимание.